Более 200 единиц продукции общей мощностью выше 5 мегаватт. Таких высоких результатов компания InSystems и группа Legrand достигли на совместном производстве DW Engineering во Владивостоке. Вот уже два года здесь успешно осуществляется сборка источников бесперебойного питания, их калибровка, установка и обновление программного обеспечения, проверка систем удаленного мониторинга и синхронизации источников бесперебойного питания, проверка работоспособности и контроль качества каждого изделия, а также изготовление силовых шкафов и шкафов автоматизации. Что касается развития этого производства, смотрите, у нас, я думаю, что, ну вот сейчас коллеги еще продолжат, и для InSystems, и для Legrand это производство один просто из небольших этапов продвижения здесь на Дальнем Востоке. У нас не было самоцелья обязательно здесь что-то производить. Точно мы его будем развивать, это абсолютно точно. Мы сейчас смотрим, какая продукция является востребован именно на Дальнем Востоке, потому что все специфики такое, что здесь больше, больше потому что достигают, чем на западной части России. Немножко другой спрос. Дальневосточный центр судостроения и судоремонта «Звезда», космодром «Восточный», животноводческие комплексы «Русагроприморья», образовательные учреждения в Хабаровском крае, медицинский центр на Сахалине. Вот лишь неполный список проектов InSystems на Дальнем Востоке. Многолетний опыт успешной деятельности, индивидуальный подход к требованиям заказчика и знания специфики крупных объектов позволяют InSystems оказывать инженерные услуги любой степени сложности. Он недолго. Вот в пике там 40, там же может быть и больше бывает, там две с ними работают. В принципе, там, да, все жители, все жители прямые. InSystems запустил в регионе и образовательный проект – центр 3D-проектирования, который создан в кампусе Дальневосточного федерального университета на базе технопарка «Русский». На новой учебной площадке студенты получают практические навыки работы в современной среде 3D-проектирования. По итогам обучения выпускники получат сертификат международного уровня. Также специалисты InSystems вместе со студентами и преподавателями ДВФУ будут разрабатывать современные модели и новые строительные проекты. Для нас, для группы «Лограмм» – это регион большой, очень особенный мир в России. И мы уже третий год приезжаем. Мы, конечно, поняли, у нас проект «Совестный Система». И мы смотрим на этот регион, как очень хороший потенциал для развития российской экономики Селона. И для нас, как российская компания, которая входит в «Лограмм», но мы себя чувствуем российской компанией. И поэтому мы смотрим, куда смотрит Россия. И мы, конечно, сюда приезжаем. «Легран» – мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий. Компания предлагает полный комплекс решений для организации электрической и информационной инфраструктур объектов промышленного, финансового, коммерческого и жилищного секторов. Являясь надежным поставщиком, чья продукция отвечает высоким стандартам европейского качества. «Легран» оказывает полный спектр услуг технического, гарантийного и информационного сопровождения. «Вся группа понимает, что Дальний Восток российский – это очень интересная история, очень интересная территория, что люди здесь нас поймут. И впереди у вас и у нас вместе, я надеюсь, очень хорошие перспективы». Создать во Владивостоке большой инжиниринговый центр, на продукции которого будет стоять марка «Сделано в России» – та цель, к которой стремятся в ДВ-инжиниринг. Кроме того, ассортимент оборудования в компании планируют значительно расширять. Производство источников бесперебойного питания – только первый шаг, сделанный ДВ-инжиниринг в сторону развития электротехнического производства на Дальнем Востоке. Светлана Садовая, Сергей Тулатиев. Новости на Восьмом.